Не снимай, это пока вводная часть, это не доклад. У тебя есть 5 минут, пока я открою мероприятие. Всем благодарен, что вы нашли время, силы, финансы приехать сюда, потому что без вашего активного участия не будет драйва, не будет двигаться мысль, и мы упустим свои возможности доказать, найти свидетельства, найти интересные моменты в факте существования на нашей планете высокоразвитой цивилизации задолго до фараонов. То, что искал Андрей Скляров, то, что мы все считаем, он нашел, но почему-то большая часть человечества пока еще не готова принять этот факт, и мы с вами стараемся повлиять на эту оставшуюся часть, на большинство человечества, чтобы было признано существование этой цивилизации, ведь если она действительно была, в чем мы не сомневаемся, то мы по-другому должны посмотреть и на себя самих. Значит, и наша цивилизация может в один не очень хороший момент прекратить свое существование или резко деградировать. Собственно, деградацию мы видим и так, сейчас невооруженными какими-то средствами, глазами, но пока это еще не стало губительным. А раз та цивилизация исчезла, значит, существуют какие-то мощные механизмы, которые, наверное, делают опасным и наше ближайшее будущее. Так что мы с вами занимаемся не просто поисками каких-то фактов истории, но и стараемся изменить к лучшему нашу собственную историю, чтобы наша цивилизация избежала тех опасностей, которых не преодолело то человечество или те разумные существа, которые построили все то великолепие, которое мы видели в разных странах. Наш семинар будет в обычном режиме. Те, кто не первый раз, уже знают, как мы проводим эти несколько дней. Помимо докладов, которые будут в основном до обеда, у нас есть некоторые мероприятия такого уже культурно-массового характера. Если позволит погода, сплаваем на песчаный остров. Опять же, если погода и комары позволят, то съездим на ферму, прогуляемся по ближайшим окрестностям, посмотрим те места, где по преданиям, ну и, в общем-то, по фактам, бывали знаменитые муромские князья Петр и Февронья. Во многом интересность вашего пребывания здесь зависит от вас самих. Вы можете проявлять инициативу по тем или иным действиям. Костер, гитара, баня. Просто собраться, пообщаться с интересными вам людьми. Не обязательно большую тусовку делать. Каждый выбирает тех, кто ему ближе. Все и со всеми не удастся. Слишком нас много. Порядка 60 человек с ротацией побывают на этом семинаре. Это, в общем-то, рекорд. В прошлом году из-за пандемии у нас было всего 35 человек. Сейчас мы почти в два раза больше. Это радует. И если так пойдет дальше, в следующем году, если ничего не произойдет глобального и отрицательного, придется собираться уже в другом месте. Потому что не думаю, что мы за год вырастим так, чтобы вместить, допустим, 100 человек. А некоторые результаты, которые мы стараемся получать, дают осторожный оптимизм, полагать, что интерес после вот этих наших результатов может повыситься. И тогда действительно следующий семинар соберет уже около 100, а может быть и больше человек. Тогда будем думать, какую площадку выбрать поближе, может быть, к Москве, что тоже увеличит количество присутствующих. Но это будущее. До него еще надо будет дожить. Если есть вопросы по организационным моментам, подходите ко мне. Есть чат. Василий Афанасьевич тоже к вашим услугам. Надеюсь, какие-то мелкие бытовые неурядицы мы сможем преодолеть. Ну а комары и мошка, ну тут уже природа, ничего не сделаешь. В следующий раз, если будем здесь, то будем выбирать все-таки середину лета. Там этой нечисти гораздо меньше. Сейчас нет каких-то экстренных вопросов? Тогда переходим к докладам. У нас сегодня три докладчика. Я, Ондра Штаба и Андрей Жуков. Я очень надеюсь, что Андрей Жуков выспится. Уже выспался, да? И мы услышим начальника транспортного цеха в нормальном исполнении. Поехали. Я назвал свой доклад «Возвращение потерянной пирамиды Сахимхета». С одной стороны, возвращение пирамиды произошло в начале 50-х годов, когда известный археолог Закарий Аганейм, буреваемый желанием познать лавры открывателя гробниц, как это случилось с гробницей Татанхамона, и, будучи главным инспектором Саккары, искал место, где могла бы быть неизвестная доселе пирамида. И он эту пирамиду, или некое подземелье, над которым он предполагал, должна была быть построена пирамида, нашел, откопал и столкнулся с разочарующим его фактом. Эта гробница, вернее, камера центральная и находящийся в ней саркофаг оказались пустыми. Разочарование было сильное, и он, можно сказать, не пережил его в буквальном смысле. С тех пор прошло более 50 лет, и пирамиду потеряли вновь. Она была засыпана песками, оказалось невозможным посещать не только туристам, но и даже археологам. Ну и вот мы с вами путем нескольких наших мероприятий, в том числе и здесь, в Муроме, решили, что можно попробовать дерзнуть и попасть туда, куда мы даже и не мечтали. И вот в этом плане как раз возвращение пирамиды Сахимхета. Думаю, что многие из вас знают, где она находится. Наиболее такой запоминающийся объект местности Саккара это ступенчатая пирамида Джосера. И если отойти от Джосера в сторону пирамиды Уноса и еще перевалить через небольшой бугорок, то вот в этом месте как раз и начал свои раскопки Закария Ганейм. И в конце концов они привели его к открытию неизвестного до него подземелья. И мы сейчас с вами тоже будем вокруг этого подземелья путешествовать. Те раскопки завершились вот таким отчетом. 1957 год. Автор Закария Ганейм. И здесь он изложил в научном таком подходе все, что было им обнаружено. Раз перед вами вот эта страничка, значит можно найти и другие страницы отчета. Я думаю, что у Андроша этот отчет есть. Кого это заинтересует, может обратиться и посмотреть этот отчет вживую. А самая такая полная фаза раскопок подземелья будем вслед за Ганеймом называть это пирамидой Сахимхета. Хотя пирамиды ли это еще большой вопрос. Так вот, когда полость была расчищена полностью, от уровня земли, который где-то вот здесь, и до нижней части, куда углубились раскопки, больше 12 или 15 метров. Тот вход, который привел в конце концов к центральной камере саркофагу, вот он находится достаточно высоко. Ганейм интерпретировал такую несуразицу, почему вот этот вот вход оказался много ниже, и он никуда не ведет, он тупиковый. Дело в том, что известняк, слоистое образование, связано это с миллионами лет, когда отлагаются каракушки в теплом море, и иногда период приводит к тому, что известняк рыхлый, вот как здесь видите деградацию его, а где-то очень плотный, и там удобнее делать какие-то камеры. Ну и Ганейм решил, что на этом уровне строители посчитали известняк слишком мягким, поэтому вернулись повыше, и где он, как им казалось, более удобный, плотный, а может быть наоборот, более мягкий, потому что рыть-то тяжело, и сделали вход. Прошло, как я говорил, всего лишь 50 лет, и ветер, песок занесли. Сейчас вот эти два наших коллеги из группы, которая носит название «Проект Исида». Некоторые злои, в общем-то, отрицательно относятся к этой группе, я совершенно спокойно, я многих знаю, кто, и на этой фотографии, и на форуме Исида присутствуют, они находятся сейчас вот много выше этого входа, и с сожалению смотрят и с завистью как бы попасть вовнутрь. И, естественно, полное ощущение безнадёги убрать эти десятки метров песка, мусора неофициально, не неофициально, естественно, было нереально, но и, соответственно, ребята из этой группы, ну, как и многие из нас, для себя решили, что, ну, не судьба, туда мы никогда не попадём. И есть один товарищ, который часто снимает фильмы в ракурсе официальной позиции на историю, он в своё время побывал и среди сторонников ЛАИ, потом перешёл в стан сторонников Исиды, сейчас он в стане сторонников антропогенеза, в общем, такой товарищ со всеми поработал и, наверное, ни с кем долго не задержится. В одном из своих фильмов он сказал, что ему не доведётся побывать в пирамиде Сахимхета. Вот ему не доведётся, а нам довелось. Дело в том, что ЛАИ ставит более амбициозные задачи, чем другие группы исследователей Египта, и кое-что у нас получается, чему я очень рад и вам благодарен, потому что без вашей поддержки, без общего усилия, нацеленного на одну задачу, такие бы проекты были бы совершенно невозможны. И, как я говорил, позволило нам эту задачу решить общее наше усилие по сбору средств на расчистку. Буквально за одну неделю было собрано 500 с лишним тысяч рублей, чего хватало для проведения этого мероприятия. Потом собирали уже просто для тех, кто немножко опоздал, и в общей сумме мы собрали 636 тысяч 321 рубль. Здесь грубо статьи расходов, куда пошли эти собранные деньги, на собственно расчистку 315 тысяч рублей, но платили мы не рублями, а долларами. Билеты для двух операторов, последний билет покупали уже, когда цены подорожали. Дополнительное оборудование купили, чтобы съемки были поинтереснее, более качественное проживание в течение всего мероприятия. Оно было не только связано с Ахимхетом, но и вся поездка по Египту обошлась довольно круглую сумму, но и всякие мелкие расходы, тесты, визы, командировочные. Итого даже чуть-чуть перерасходовали, но это уже мой вклад в общее дело сбора средств. Это первый этап раскопок. Мы сами были готовы участвовать в раскопках, взять лопаты в руки. Были такие возможности. У нас в это время находились группы в Египте, но категорической нет. Традиционно все работы ведут местные жители. И вы видите, вот тут 10 человек, нанятые главным смотрителем Саккары, тот, который занял место Ганейма, из современных товарищей. Собственно, он нам и дал надежду, что мы там побываем. Сказал, что ребята, вот найдете средства на расчистку, только об этом, что называется, особо не надо. И мы организуем. А потом получите официальное разрешение в Министерстве древности и побываете там, где вы хотите побывать. Забегая вперед, скажу, что мы там побывали. Расчистка началась, вы видите, вот песок практически закрывает с угла всю кладку и туда уходит на много-много метров. Буквально через пару недель, даже, по-моему, раньше уже появились плоды таких расчисток. Песок вывозили вот сюда рядышком. Но я думаю, что это связано с тем, что они сейчас откопали для нас, а потом снова закопают. И снова кому-то предложат финансирование раскопок. И такой вечный двигатель по обеспечению работы местных жителей будет продемонстрирован в действии. Это уже практически откопанная. Вот тот средний вход, куда нам и надо было попасть. Ну и вид сверху показывает, что достаточно глубокая была яма, заполненная песком. Работать можно только в определенные часы, когда не очень жарко. Апрель месяц, когда проходили эти работы, были уже достаточно жаркими. Ну и в конце концов все расчищено. Мы специально попросили убрать весь мусор. И когда группа туда проходила, ну, площадка была достаточно цивильной. Сам Ганейм написал не только отчет с сухим академическим языком, но и очень интересную книгу по факту своих раскопок. Тем, кто не читал, а кто почитал давно, я очень рекомендую ее еще раз открыть. Она небольшая, всего там 35-37 страниц. Очень таким живым, не казенным языком Ганейм описал все свои недоумения, перепетии. В общем, много там он столкнулся с загадками, и большинство этих загадок для него так и остались неразгаданными. Мое мнение, чтобы найти логические ответы на те вопросы, которые он не смог подобрать, подобрать ключики, нужно подходить с другой позиции в отношении истории. Не предполагать, что это строилось во времена фараонов, даже самых крутых, а допустить версию, что это сооружение могло быть сделано за много тысячелетий, до первых фараонов. Просто за эти тысячелетия исчезла та предыдущая цивилизация, пески все это погребли, и кто-то из фараонов, тот же самый Сахимхед, возможно, он и не был фараоном, потому что статус фараона ему приписал сам Ганейм. В списках действующих фараонов такой фамилии, что называется, не значится. Поэтому, возможно, некто богатый, влиятельный, живший в этой местности, как граф Уваров, вот здесь, недалеко от Мурома, был увлечен археологическими раскопками пять тысяч лет назад и открыл эту гробницу, вынес, что смог вынести, и запечатал, потому что относился бережно. Так же, как и современные египтологи запечатывают, чтобы варвары, какие-то современные грабители не растащили окончательно самое интересное из этого помещения. И вот в этой книге есть несколько фотографий, к сожалению, такого весьма посредственного качества. Ну, что делать? Это 50-е годы. Тут уже применили методы современного восстановления фотографий и раскраски. Спасибо, Миша Бураченко, затратил свои деньги на такую, пускай и не очень реалистичную, но все-таки световую гамму. Вы видите место будущих раскопок. Похоже, что эта площадка была закрыта камнями. И в описании Ганейм говорит, что слоями перемежались камни, песок, снова камни. То есть тот, кто закрывал эту гробницу, он постарался сделать это основательно. Наверное, это был как раз Сейхим Хет. Это вид на ту же площадку с другой стороны. Мы видим достаточно большие блоки. Песок такие блоки не мог поднять. Поэтому это искусственное сокрытие входа в подземелье Сейхим Хета. И с этим фактом нужно считаться. Перед тем, как обнаружить вот этот вход, Ганейм копал в разных местах. И однажды ему повезло, он нашел верхние качественные известняковые блоки, которые интерпретировал как ограждающая стена. Эта стена очень напоминает ограждающую стену, которая фрагментарно сохранилась вокруг пирамиды Джосера, что окрылило Ганейма. Он сразу решил, что раз вокруг Джосера есть такая стена, то и факт обнаружения похожей стены в этом месте говорит о том, что он рано или поздно найдет и подземные покои. Ну, само пирамиды нет, но он допускал, что она была либо разрушена, разобрана или не построена. И вот эта уверенность, что где-то рядом есть вход, его в конце концов и привела к тому, что он обнаружил тот вход, который был на предыдущих кадрах. Ну, сама стена хорошо выглядит, и когда мы посещали, от нее видно только снова самые кончики. А раньше это было занесено вот до такого уровня. Это кадры того же Ганейма внутри, кадры скупые, можно прочесать весь интернет, буквально по пальцам можно пересчитать те фотографии, которые остались в тех времен. Последующие археологи, хотя они работали в этих местах, ну, по каким-то причинам не сделали свои фотографии общепотребимыми. Наверное, где-то в отчетах они есть, но нам-то хочется смотреть не единственный отчет, который где-то в библиотеке, а то, что выложено в интернете. Вот это вот в интернете есть. И вид на саркофаг внутри главной камеры. Здесь я хочу обратить ваше внимание на рядом лежащие глыбы. Сейчас этих глыб нет, расчистили. Но когда Ганейм попал в эту камеру, он еще удивился. Как же так? Огромные блоки, они падали явно сверху, они были оставлены строителями как элементы выломанных из стен, падали сверху, и каким-то чудом ни один из них не ударил по верхней поверхности саркофага. Потому что, смотрите, они же соизмеримы с саркофагом по массе, высота метров 4-5, бабахнул бы, а саркофага остались бы только мелкие кусочки. Ну или как минимум были бы серьезные повреждения. Это важное обстоятельство, я считаю, и оно тоже может пролить свет на некую историю, как дело было много тысячелетий назад. Я к этому вопросу вернусь чуть позже. Ну и на одном из редких кадров вид на так называемую систему кладовых галерея, которая с трех сторон опоясывает центральную камеру, по сути, по будущему контуру пирамиды, и от этой центральной галереи отходят 130 маленьких помещений, которые Ганейм проинтерпретировал как кладовые. И якобы здесь Сахимхед хотел сложить свои сокровища, чтобы в загробной жизни ему было с чем путешествовать. Это схема. Схема очень условная, не до конца правильная, но дает общее представление. Вот тот вход, через который попал Ганейм. Здесь отсутствует более глубокая траншея, которая была на одном из первых кадров. Нисходящий коридор. Толстыми линиями показано, как он предполагался идти строителями, а вот эти тонкие линии это уже после разрушений. То есть за те тысячелетия, что гробница была без посещений, потолок настолько обветшал, что падали во множестве камней, и в конце концов они создали огромные кучи, которые Ганейму, его строителям, вернее его помощникам приходилось расчищать очень долго, муторно, даже с человеческими жертвами. Они в конце концов все убрали. Также было нужно убрать огромную массу песка и камней, которые заполняли вертикальную шахту. Шахту, он предполагал, была сделана, чтобы затруднить проход грабителям. Если вы убираете отсюда песок, сверху постоянно сыпется. Поэтому пришлось Ганейму самому убирать сверху вниз. И тогда же случилась трагедия. Человек, три человека, которые были здесь на раскопках, внезапно ухнуло все вниз. Их занесло песком, камнями. Двоих откопали, откачали, а один задохнулся. На некоторое время раскопки были прекращены, но потом, к счастью, были возобновлены. Любопытство и интерес превысили сувеверие, потому что сразу же возникла гипотеза у местных жителей, что это месть фараонов, нельзя копать, нужно все заморозить. спуск дальше. И вот это вот центральная камера. Лучшее представление о взаимном расположении помещений под пирамидой Сахимхеда дает вот эта вот изометрическая проекция. Вот вход. Здесь уже правильно показано более глубокая начальная шахта. Проход. Вертикальная шахта. Уход дальше вниз. Вот камера центральная и саркофаг в ней. От центральной камеры отходят три вспомогательных прохода, каждый из которых ничем не заканчивается. В этом месте можно вернуться назад, повернуть сюда. И Ганейм обнаружил, что есть наметки прохода обратно к главному коридору. Но несколько десятков сантиметров не было доведено до конца, и этот проход уже, я так понимаю, доделал либо сам Ганейм, либо следующие археологи. Но вот то, что при Ганейме было открыто, другой проход. Аккурат под шахтой, в бок уходит небольшой проем, который загибается назад, и тогда по этому проходу можно попасть вот в эту п-образную систему кладовых. Кладовые на схеме выглядят просто как антенна, и один из мотивов моего лично желания побоевать в Сахимхете было то, чтобы проверить, нет ли здесь действительно техногенных следов, и не оставила ли эту антенну та самая цивилизация, которая, мы предполагаем, была связана со строительством пирамид, изумительных статуй, и так далее, и так далее. Ну, чуть позже посмотрим, что это за кладовые, потому что по той единственной фотографии понять было трудно. Наиболее замечательной находкой из ювелирных или каких-то исторических объектов, которые кроме саркофага нашел Ганейм, была вот эта вот шкатулка. Она микроскопическая, 3-4 сантиметра в диаметре. Ну, что удивительно, во-первых, рельеф четко показывает, что создатель копировал некую раковину морскую, но и хорошо проработаны вот все эти волны. Самый удивительный момент, который я постоянно подчеркиваю и хочу сейчас подчеркнуть, вот видите, петелька, которая позволяет этим лепесткам свободно открываться и закрываться соединена осью. Ось на фотографии желтого цвета, что позволяет предположить, что это золото, но если это золото, а диаметр этой оси меньше полумиллиметра, вероятность того, что она не сотрется и не сломается, на мой взгляд, очень мала. Поэтому вопрос о химанализе этой проволочке, этой оси, на мой взгляд, очень интересен. Почему историки и египтологи, имея такую возможность, нам не предоставили результатов этого анализа, у меня в голове не укладывают, потому что тут не надо быть альтернативщиком или антодоксальным археологом. Вопрос, как получилось, что на заре человечества, ведь это ганеймом интерпретируется как 5000-летняя давность, плюс-минус несколько столетий. И сам ганейм говорит, что это, наверное, одно из первых, если не самое первое, ювелирное украшение и золото, которое вообще присутствует сейчас в наших музеях. И оказывается, что в этом первом историческом объекте у вас не только мастерство художника, но и техническая мысль. надо же изобрести петлю, это изобретение, соизмеримое с изобретением колеса по сложности. Не каждое тысячелетие человечество доходит до таких открытий. А вопрос о том, как же додумались до скрепления и чем скрепили, очень важно, потому что, если это объект изготовлен в какие-то времена вот этой древней высокоразвитой цивилизации, тогда здесь могут быть очень сложные легирующие элементы. То есть, золото может быть легировано условно говоря титаном. Это я от балды говорю. И, конечно, бы хотелось знать, что же здесь из химсостава имеется. Но вот факт налицо, мы сейчас этого химсостава не знаем. И, может быть, когда-нибудь наше выступление из количества перерастут в качество, и мы побудим историков сделать, наконец, этот анализ и нам рассказать, какие элементы там присутствуют. Но идем дальше. Саму шкатулку нашли под шахтой. Когда убрали весь песок и всю кучу камней, которыми эта шахта была закрыта, внизу обнаружилось холмик из глины. И, копая, убирая эту глину, нашли вот эту раковину. Там же нашли золотые браслеты и еще некоторые элементы. А двигаясь дальше, Ганэм, испытывая и разочарование, и радость открытий, проник в центральную камеру. Ну и вот группа, которая уже по следам того факта, что у нас приняли средства на расчистку, и расчистка двигалась успешно, записались в мае на экспедицию одним из планов, которой было посещение как пирамиды Сахимхета, так и Черной пирамиды, которая тоже редко кем-то посещалась, а уж тем более туристами, наверное, никогда, кроме наших коллег. И группа составила порядка 60 человек, и нам потребовалось даже два автобуса больших, пришлось разделиться на две лагеря, красный лагерь, синий лагерь, промаркировали автобусы, это не из-за того, что мы соперничали друг с другом, это из-за того, что нужно было как-то упорядочить и не искать людей, кто где, чтобы было проще сосчитать. Потом мы объединили и наш чат в WhatsApp стал общим. Ну и сам такой волнительный момент, когда нас сопровождали непосредственно ко входу в подземелье, мы тоже разбились на две части, потому что 60 человек на маленькую каберу, мы там просто как сельди в бочке вытолкались, разбитые на два автобуса и два коллектива, последовательно, час лишним у нас у каждый был, мы посмотрели все, что могли. Было волнение, что окажутся закрытыми самые интересные вот эти проходы, все оказалось открытым, нас спокойно сопровождали, показывали, ну, за исключением некоторых вещей, которые действительно не стоило делать, нам разрешали почти все. Это было замечательно, это было какое-то удивительное, совершенно благоприятное стечение обстоятельств. Непосредственно вот небольшая очередь возникла перед входом и сам вход, чтобы, я так понимаю, лучше им консервировать эту гробницу, египтяне заложили песком в мешках, тем самым они немножко нам помешали. Видите, с левой стороны осталась частично та кладка, которая закрывала в свое время вход. сам Ганейм отмечал, что левая часть входа запечатана блоками, которые достаточно аккуратные и большие, с минимальными какими-то зазорами для цемента, а вот правую часть, которую сам Ганейм расчистил, была запечатана блоками более грубо изготовленными и с более толстыми прослойками известняка. Он так и не ответил на вопрос, почему такая двойная запечатка для нас с вами тут нет никакой загадки, если Сахимхед не был первым в этой гробнице, а до него была высокоразвитая цивилизация, собственно говоря, он так же, как Ганейм, разобрал правую часть, только хорошо сделанные запечатки, а уходя, запечатал так, как мог, и оставил Ганейму вот этот вопрос о двух вариантах кладки. Вид изнутри на этот вход, вот с правой стороны та часть, которая осталась до сих пор. И первое, что мы видим, когда заходим внутрь пирамиды, это достаточно ровные вертикальные стены, аккуратная арка, это не реставрация, это оригинальный объект, который оставил лота группа строителей, которая делала этот проход, и полное ощущение, что здесь работала техника. Такие же стены мы видим с вами, например, в гробницах, предположительно второй династии, рядом с пирамидой Унаса. Там открытым способом выбрана траншея, и угол стен с вертикалью составляет порядка 6-7 градусов, и эти 6-7 градусов видим мы с вами здесь. Историки ортодоксально не видят здесь никакого чуда, они считают, что человек с киркой, зубилом может потом перейти к фазе ручной шлифовки, и вот после этой ручной шлифовки получился вот такой качественный объект. Я же думаю, что все-таки здесь именно элемент машинной обработки, ну а расставить точки над «и» могут только специалисты, если мы когда-нибудь получим возможность отправить туда спеца по горнопроходческой технике, плюс некоторые специальные анализы по следам инструментов на стенках, ну, можно будет когда-нибудь поставить точку, что же это результат ручной обработки или механической. Проходя дальше, мы видим продолжение этих качественных стен, ну а вот в глубине это уже подпорные стенки, сделанные археологами, чтобы потолок не рухнул, как раз там идет вертикальная шахта, там степень эрозии и разрушения были максимальными, и опасность выпадения очередного камня и по голове горе-исследователю была велика, и все здесь заусилили, зареставрировали. Вот вид на шахту снизу вверх, она уходит туда на поверхность, но чтобы песок оттуда не попадал, какой-то пробкой закрыли, ну, скорее всего, настил сделали из леса и металла, к сожалению, там сейчас не увидишь, а снизу не видно, ну, в общем, может быть, это и хорошо, потому что нам бы дороже обошлась расчистка, если бы еще здесь пришлось вынимать тонны песка. Видите, что местами качество потолка или то, что рядом с потолком очень слабое, и вот эти крепежи сделаны все тоже для того, чтобы сверху нечаянно что-то лишнее не упало. А когда здесь прошли тысячелетия, этих камней упало оттуда очень и очень много. Проход дальше позволяет увидеть центральную камеру и одиноко стоящий посередине саркофаг. Видите, что сейчас вокруг этого саркофага нет тех блоков, которые застал Ганейм, впервые попав в эту камеру, все расчистили. На мой взгляд, это тоже довольно опрометчиво, потому что каждый камень на своем месте это возможность оценить, он упал сверху или скатился сбоку. А сейчас мы ничего с вами оценить не можем, плюс под этими камнями тоже была похоронена история. Где-то камушек, где-то палочка, где-то цветочек. сейчас этого всего нет. Печально, но кое-что все-таки осталось, собственно, из-за этого кое-что мы туда так и стремились. Вот тот долгожданный миг, которым мы все двигались, и группа первая попала внутрь центральной камеры и имеет возможность смотреть, изучать и наслаждаться моментом. До нас подобное скопление людей было, наверное, только однажды, когда Ганейм объявил о публичном вскрытии саркофага. Он был настолько уверен, что внутри окажется мумия и какие-то драгоценности, что разрешил присутствовать при вскрытии журналистам, представителям власти, значительным людям. Ну, и если бы он знал, что там пусто, он бы вообще никого бы не пустил. И остался бы, наверное, жив и здоров. Ну, и мы повторили вот этот момент, только у нас другие задачи, и я рад, что мы эти задачи потихоньку выполняем. Вид на переднюю часть саркофага, крышка сейчас поднята, она задвигается в специальные пазы, крышка тяжелая, 227 килограмм, по-моему, весит, и когда ее открыли, зафиксировали двумя деревянными брусочками, то есть она сейчас в приподнятом состоянии, можно заглянуть внутрь. А вот то, о чем я вам хотел сказать по поводу повреждений, обратите внимание, на лицевой поверхности, обращенной к нам крышки, на лицевой поверхности торца, торца, правильно, саркофага, повреждения, плюс повреждения, один угол отколот, другой угол отколот, третий угол отколот, из четырех углов три отбиты. А если смотреть на верхнюю часть саркофага, повреждения есть, но минимальные, и нет отколотых углов. О чем это говорит? Думаю, что это красноречиво говорит, что рабочее положение саркофага, которое было до сахимхета, между ДВЦ и сахимхетом, саркофаг стоял вертикально, вот этой крышкой вверх, и камни по нему также падали и бомбардировали, как всю окружающую поверхность. Просто когда сахимхет попал сюда, он положил саркофаг на бок, так удобнее было открывать крышку, ну и, наверное, он же, возможно, и зареставрировал, восстановил отбитые углы. Не знаю, зачем нам это нужна информация, что рабочее положение вертикальное, но все-таки момент может оказаться важным, потому что считается, что это единственный в мире саркофаг, по крайней мере, из египетских, который закрывается сбоку. Если же он был вертикального положения, то он не единственный, он такой же, как и все, только неправильной формы, не для укладки человека, а для вертикального расположения. Тогда это не гроб, а тогда это емкость. Вопрос, что в этой емкости хранили те, которые ее делали и сделали все это сооружением. То, что камни падали именно с потолка, а не были оставлены рабочими в процессе перемещения, говорит изучение потолка более подробно. Уровень, который сделали строители, вот примерно здесь. И тут примерно метр толщины того, что упало сверху. Это большой объем. Вот эти глыбы как раз и составляли все это множество камней, которые увидел Ганней. просто этот слой он рыхлый, а дальше пойдет уже твердый слой, и он создал такой псевдо потолок, которому не прикасалась рука человека, просто камни падали-падали и оставила ровная поверхность. Такой же процесс рядышком. Мы видим, что потолок должен был быть много ниже, может быть, даже где-то вот здесь, а это все падало до тех пор, пока не добралось до более плотного слоя. Ну и наконец, то, что мы увидели и смогли заметить необычного в самом саркофаге. Первое, что бросается в глаза, по бокам вот такие фрагменты цилиндров. Первое, что хочется сказать, это трубчатое сверление, но если посмотреть более внимательно, видите, и Кристофер Данн, и Питри, и ребята из антропогенеза, обращают внимание, что при сверлении остаются риски, которые образуют катающиеся крупинки песка или абразива, а здесь мы этих рисок, может быть, просто не очень хорошее увеличение, не видим. Я допускаю, что это все-таки не трубчатое сверление, некий технологический прием, но в котором еще нужно поразбираться. Для этого нужно будет брать смывы с поверхности вот этих фрагментов, может быть, пылинки нам расскажут, что же это был за технологический процесс. Вот здесь торцем коснулся инструмент, тоже не очень это похоже на трубчатое сверление, там было бы более аккуратный торец, нежели вот мы наблюдаем. Здесь тоже небольшие фрагменты, тут длинный кусок, ну то есть есть над чем поломать голову, чтобы исследовать в случае, если следующие группы наших сторонников или противников окажутся там и взять анализы с поверхности очень важно. Это крышка крупным планом. Крышка, да, оставляет ощущение ручной работы, вот видно этот характерные для постукивания следы, хотя опять же можно выдвинуть предположение, что Сэхимхет, обнаружив эту крышку, она могла быть покрыта слоем пыли, зацементировавшейся, просто постарался ее сбить, эту пыль, и оставил вот такие следы. То есть при том, что хочется согласиться, что это ручная работа, вероятность того, что это все-таки механически и качественно сделанное сооружение тоже остается допустимым. Сверху вот есть две дырочки, удобно продевать веревки, чем воспользовался ганейм и его рабочие, когда поднимали крышку. За этой крышкой закрытое разбитым стеклом, наверное, все-таки один камушек упал сверху после ганейма, здесь заботливо укрыта органика. Ганейм интерпретировал это как венок цветов в форме латинской буквы В. Я думаю, что это просто остатки факела, которым тот же Сахимхет освещал себе пространство, ну и запасы этого факела держали на уже положенном горизонтально саркофаге. Не знаю, стоит ли говорить на камеру, наверное, не буду я компрометирующие какие-то моменты озвучивать. В общем, интересный этот объект, его надо исследовать, так выражу, дипломатично. Вид сбоку, с другого боку, сбоку на сам саркофаг. Боковые поверхности саркофага тоже не очень качественные и видны следы пропилов, хотя пропилы ли это или по-своему работа Сахимхета, который хотел стереть что-то, ведь может быть там были изображения или формула МС квадрат равняется Е, а он решил стереть и не светить. Всяко может быть. Здесь же Ганейм обратил внимание, что в некоторых местах наиболее грубо оставленная царапина заделана штукатурком. Это вообще первое в истории факт использования штукатурки. Тоже ее надо исследовать, эту штукатурку, посмотреть, что в ней. Конечно, она не оставляет ощущения высокоразвитой штукатурки, вполне возможно, что просто Сахимхета аккуратно по-своему ремонтировал этот объект. В другом месте. Ну и те следы, которые не удостоились штукатурки. Тоже с горизонтальной поверхности. венок под стеклом очень удачно осталось вот это вот треугольное отверстие, можно потрогать. Один из сколов. Этот скол ганейм интерпретировал, что он просто возвращен на место, было промазано тоже штукатуркой, как клеем, но снова откололось и вот чуть-чуть обвалился этот уголок. А другой уголок хитро возвращен на место. Уже был взят новый кусок алебастра, выточен такой вот паз ласточкин хвост и вставлено аккуратно. Ну и начинаются кадры по исследованию боковых проходов. Помните, три прохода, как такой трезубец, идут от центральной камеры. Это центральный проход, вот он начинается в этом месте. Ничего интересного там, или почти ничего интересного обнаружить не удалось. Это либо заготовки неоконченные, ну, либо что-то не особо важное. Другой проход. Дерево оставлено археологами, когда они проводили операцию по подъеме крышки. Это упоры. Вот это место, где лежат эти балки. И проход в обратную сторону. Вот мы смогли спокойно вернуться после того, как насладились изучением саркофага. И пройдя боковой проход, пошли вот по этому длинному коридору, стремясь попасть к этим кладовым. Вот уже начало коридора с кладовыми. Вот где-то в этом месте. И множество кладовых, к сожалению, к большому моему разочарованию, мы не увидели ровно, аккуратно обточенных стен, как в гробнице Синусерта Третьего, достаточно грубо обработанные стены и огромное количество строительной щебенки внизу. В тех местах, где была щебенка расчищена археологами, иногда попадаются крупные блоки. Ну и много-много этих углублений. Мы большинство из них общелкали. Это центральный ствол. Чтобы двигаться было удобно, археологи убрали щебенку по центру. Идешь в полный рост, не надо нагибаться, потому что любое задевание головой вот этих камней может привести к целому камнепаду. Поэтому мы старались ходить там очень аккуратно, не сильно задевая сторону. Вот видите, блок отделился и чуть-чуть он упадет в эту сторону. Очередное помещение тоже. То есть кое-где археологи копались. Что они там нашли не знаем, но нам бы тоже хотелось покопаться, но за наш час это нереально. Но зато мы все прошли, что можно было пройти. На потолке этих камер выступили кристаллики алебастра. скорее всего алебастра мы не делали пока химический анализ, что может выйти обычной соли. Ну и продолжение коридоров. Необычный факт нас ждал в конце первого участка вот этого коридора. увидели отросток кладовую, которая до потолка заполнена камнями. что это такое удалось понять, когда мы завернули вбок, потом еще вбок направо и посмотрели вправо. Вот мы в этом углу и вот в этом месте вот первый уровень этих обломков вот здесь был обнаружен, когда зашли с обратной стороны, перпендикулярной, ребята обнаружили такой же склон из песка и блоков и один из отважных товарищей сунул голову в проем и увидел, что это уходящая вверх шахта, заполненная возможно до самого верха песком и вот этими блоками. То есть в мини-размерах шахта, которую расчищал Ганейн, только сбоку. Даже сгорячая народ подумал, что там две шахты с двух сторон можно видеть, но я думаю, что все-таки одна. И вот я ее здесь изобразил. Это в общем-то для меня по крайней мере сенсация. Я не знал, что существует еще третий вход в кладовые в галереи Саекимикет. Я знал, что вот первый вход, второй вход через вертикальную шахту. И сам Ганейн пишет, что все обследование подземелья не привело к обнаружению третьего входа, через который могли бы попасть грабители, чтобы объяснить исчезновение царской мумии и драгоценностей. Ну вот мы с вами видим, что, наверное, следующие поколения археологов, которые здесь поработали, немцы работали, по-моему, в 80-х годах, вот Ондраш мне говорил, что здесь работали еще итальянцы, кто-то из них, наверное, все-таки докопался и нашел эту шахту. То есть, теоретически, после Сахимхета или до Сахимхета кто-то мог побывать в этих помещениях, если расчистил вот именно эту шахту. По объему она намного меньше, чем центральная шахта, то есть, даже небольшой бюджет может решить вопрос проникновения сюда, если вы имеете к этому желание и небольшое количество времени, чтобы эту работу выполнить. В любом случае, наверное, было бы правильно, чтобы археологи провели работу по расчистке этой шахты, может быть, это приведет к каким-то открытиям. То есть, это первый занимательный момент или даже очень важный момент, который мы получили благодаря своему посещению пирамиды Сахимхета. Второй момент. Специально было приобретено несколько приборов для попытки так наобум, а почему бы и нет, чтобы не обнаружить что-то необычное. Был прибор по измерению электромагнитных параметров электромагнитного поля, но здесь никаких аномалий мы не обнаружили. А вот прибор с цинфляционным датчиком для радиации показал вот в этом месте речь вот об этом угле повышенный уровень радиации, причем это только локально. Отсюда можно сделать вывод, либо случайно здесь затесался среди камней блок гранита, либо где-то на глубине нескольких сантиметров или десятков сантиметров находится некое гранитное тело, которое, может быть, стоит откопать и посмотреть вдруг там второй саркофаг, в котором действительно захоронится химхед. Ну, я ерничаю, но вдруг там что-то действительно интересное. По крайней мере, в следующем посещении, если таковое будет, нужно снова идти уже целенаправленно в этот угол и обмерять, какого размера это пятно с повышенной радиацией, сделать более такие тщательные исследования и может подсказать археологам, где надо копать. Может быть, нас дают поблагодаря, ты пустят туда хотя бы на день, на два, а не на один час. Значит, вот это место. Запомните, кто там побывает, берите с собой радиометр. это не совсем относится к пирамиде Сахимьета, но рядом. Дело в том, что в последних фильмах Лаи рядом с пирамидой Унаса замечен необычный гул. Большинство тех, кто не был на месте, считает, что это случайно записался гул пролетающего самолета. Они действительно там иногда летают, но уж больно повторяется это. И я специально привел вот фрагмент этой спектрограммы. Она записана внутри камеры пирамиды Унаса. И вот эти обведенные красными квадратиками это два фрагмента гула, такого же, как наверху было обнаружено. Но внутри пирамиды Унаса самолетов не слышно. Поэтому, чем черт не шутит, возможно, этот гул что-то дозначен, как вот это Ж, не случайно. Поэтому тоже можно на это обращать внимание. Причем слухом, когда мы ходили, записывали, ни наверху, ни внизу этого гула не было слышно. Проявляется он только аппаратным образом. Либо мы нашли способ записывать необычное явление случайным образом. Ну, все открытия делаются, как правило, случайным образом. Ну, либо это что-то совсем обычное, типа, включили радиометр, и он дает такие наводки на звукозаписывающую аппаратуру. В любом случае это важно. А поскольку это недалеко от Сахимхета, может быть, этот гул связан с нашим пребыванием в Сахимхете. Либо боги недовольны нашим проникновением туда, либо мы нечаянно саркофаг потревожили. В общем, что-то могло произойти. Снова возвращаясь к саркофагу только теперь уже с другой стороны. Помните, я говорил, что когда Ганейм в присутствии массы людей высокопоставленных открывает саркофаг, он ничего в нем не обнаруживает. Ничего это не совсем правильное определение. В правом дальнем углу мы видим с вами горстку пыли. И эта пыль в общем-то покрывает все нынешнее дно саркофага. Обратите внимание, что оно все забито туда. Это тоже лишнее подтверждение, что раньше саркофаг стоял вертикально. Пыль могла быть распределена по вот этому донышку тогда, и когда уже его положили горизонтально, вот, скатилось сюда вниз. Есть огромное желание, и у нас есть все шансы увидеть из чего состоит эта пыль. часть пылинок нам удалось взять, и химанализ этих пылинок, выборочный, естественно, помимо глины, помимо каких-то обычных включений, показал, что присутствуют очень необычные. вот эти три образца по спектрограммам вы видите, что это не что иное, как соединение тория. Торий достаточно удивительный материал, входит он здесь в виде оксида, оксид тория самая долгоплавная соединение на земле среди всех, и возможно это очень необычно. Плюс посмотрите какова геометрия этих микрообъектов. Тут что-то вроде профиля, тут плохая резкость, а это вообще похоже на некое винтовое образование. В природе такие кристаллы не встречаются, поэтому может быть мы с вами зацепились благодаря химанализу этой пыли за то самое звено, ту самую нить, потянуться до которой мы сможем наконец найти версию очень весомую по назначению как саркофага в Сахимхета, так и саркофагов в Серапиуме, потому что они рядышком и так же необычны, как и в Сахимхете. Ну и вот обнаружение этого тория, а так же небольшого количества частиц оксидов урана, тоже такое знаменательное открытие, подталкивают нас вернуться в пирамиду Сахимхета, более пристально поработать уже вот с этой кучкой, дело в том, что те образцы пылины, которые мы взяли, они были взяты здесь, мы думали, что у нас будет больше времени, но человек, который брал, вытащили, и вот эта кучка пока осталась нетронутой. Думаю, что здесь могут быть кроме Тории другие интересные микрочастицы, поэтому, опять же, если кто-то там побывает, попробуйте, это несложно, указка, вот, типа той, которая у нас, или телескопическая ручка, небольшой кусочек там пластилинчика, и все у вас будет в руках. Так что, нужно повторять эти исследования, более уже так целевым образом настраиваться и получать более весомые результаты. Ну и последний мой кадр, поехали с нами, у нас все в руках, мы можем кое-что сделать для науки и для своего любопытства. Спасибо. У меня порядка там 7 минут еще времени есть, если есть вопросы, готов ответить, попробовать ответить. А вот там, когда у вас любви пришли, там было такое маленькое вздумвольное углубление, это у нас с какой стороны был? Не понял, где? Какое-то углубление, такое, типа, ну, какого-то современных ящичка, чтобы их взять и открыть или закрыть. Ну и речь, наверное, об угле, который был отколот и потом восстановлен на месте. Ну вот, здесь мы прям крышку показываем. Крышку. Ну, ну, вот это, вот это, в ящичках языке и текает. Вот это, что ли? Это вот те, те вертикальные дырки, которые, да, они просто уходят в бок. еще вопросом. Они сквозные. Продолжены. Просверлены. Вопрос у кого-то есть? А можно спросить, а вот эти две дырочки, это уже, это как бы до, или вот все линии... Ганейма обнаружил с этими дырочками, да. Возможно, Сахимхед это сделал, чтобы открыть, возможно, до Сахимхеда, это уже пока не... А географии этих отверстий никак не мерили? Я не слышал. Ну, мы можем спокойно смотреть похожие отверстия в Каирском музее, там есть два саркофага из такого же алебастра, только с обычными горизонтальными крышками, и там есть... там явно просверлено, именно с абразивом. Да. А вот это так называемое гребенка, после того, как Вы смотрели, то есть, это получается, что, скорее всего, это все-таки чисто, вот ручной, видимо, в времена уже не поднимутся с инфинкета, да, делать кладовые вот эти? Не могу однозначно сказать. Конечно, мне хочется верить, и я на это надеюсь, что мы видим элемент некого устройства, возможно, устройства связи или энергетического устройства, но характер повреждений на стенках говорит о использовании ручных зубил. Один из вариантов были стенки, которые сильно повредились за счет времени, сахимхед захотел их подреставрировать. Тогда это объясняет вот эту ручную обработку этих стен. Ведь обратите внимание, там же еще на полу лежит огромный слой вот этой щебенки. откуда он взялся. Ведь если это делают, тут же убирают, мешают работать. А вот если это вторичная работа, было кем-то сделано, пол был чистый, а кто-то решил подреставрировать, вот он вполне может оставить мусор неубранным. В этом случае техническое назначение созданной высокой развитой цивилизации остается, а уже вот те неряшливые следы сделаны примитивно рабочими сахимхедом. А если предположить, допустим, вот только предположить, что там была какая-то некая облицовка, которую они впоследствии просто сбивали для каких-то своих вторичных целей? Не совсем проходит. Да, если была облицовка, ее могли снять как качественный строительный материал. Но дело в том, что следы некоторых зубил, ну вот видно, слишком часто. Если вы хотите отклупнуть качественный известняковый блок, один раз достаточно туда забить клин, и он отойдет. Зачем такое столь часто долбить? Ну, если только совсем мелкие были плитки, но где-нибудь завалялось, мы не видели здесь ни одного качественного фрагмента. Если бы здесь хотя бы уголок какой-то плитки был, можно было бы зацепиться. Дмитрий, а вот вопрос, я извиняюсь, вот все время акцентировали внимание на этих подземных сооружениях, а вообще говоря, изначально звучало слово пирамида. Вот роль этой пирамиды и вообще она как? Версия Ганейма, что пирамида должна была строиться. Физически она есть? Нет, физически там остался только нижний ряд. Ну, а это как бы идентифицируют как элемент пирамиды, пирамидальной консульции. Ганейм так идентифицировал, но, во-первых, мы считаем, что пирамиду Джоссера строили именно фараоны, в отличие от пирамид Хеопса и так далее. И здесь тоже Сахимхет мог для того, чтобы подчеркнуть важность своего открытия этого подземелья, затеять строительство чего-то такого грандиозного. На него успел и оплал только первый угол. А вы видели этот непосредственный угол? Нет, не видели. Давайте в каком-то порядке, потому что они не поднимают руки, а кто-то смелее не дает возможности. Спасибо. Скажите, а угол наклона основного коридора замеряли? Как-то он может коррели возможно коррелирует с углом наклона? углы наклона пирамиды 26 примерно с копейками градусов. Мы здесь не замеряли, но визуально меньше градусов 15. в углу так называемой грибенки где она поворачивает относительно где она погода там где отмечено сейчас нашли вертикальные шахты а вот там же грубо говоря так же но в левом углу не было никаких заплаток ничего никаких предпосылок потому что там не знаю я до этого угла не дошел вот виталий туда ходил смог ты раздреветь в этом углу что-нибудь необычное похожее на то что видел или не обратил внимания возможно вот в левой части посередине вот первого прямого нет ближе к входу ближе к входу где-то посередине еще ближе по-моему там тоже была шахта вверх я там тоже был так получилось что последний в группе он вас не пустил вы с ним разговаривали туда нельзя слишком опасно но когда я остался один и туда пошел наш фотограф который он говорит пошли и меня туда повел то есть я за вами вот ходил и последних несколько вот около этого угла камер они расчищены не понял полностью были ганейгерскими еще то есть если там все камеры наполовину завалены вот этим щебнем то там 3-4 штуки от этого угла по крайней мере самым последним или даже самым последним они расчищены уже а ну да мы же этот угол делали и еще один вопрос можно вернуть там где как бы сказать щебелка прокопана даже вот этот нет предыдущий на что хотел обратить внимание если посмотреть на вот эти вертикальные прорезанные в этом щебне как вы сказали поверхность то видно что это сильный слоистый материал то есть больше похоже не на то что это щебенка которую накидывали а то что формировалось в течение многих лет в виде естественных слоев нет нет вот как та соль которую мы видели как будто бы то ли многократное затопление то ли ежегодные отложения годовой кольца очередного микрослора то есть я к чему только хотел сказать что в следующий раз если кто-то будет вот это надо позвать повнимательнее и может быть керн взятый в толще этого материала даст посчитать вообще количество лет даже вот я на это хочу простить я по поводу пыли хотел спросить чего пыли который в саркофаре оксин по докладке оксин ксория да он в настоящее время где-то у нас в промышленности используется космическое то ли конечно используется но не так часто в интернете есть информация что тори часто идет как отходы от производств редкоземельных элементов специально у нас лидер по редкоземельным и у него большие запасы скопились этого тория не знают куда его применить и чуть ли не идет на всякие игрушки возможно это связано с нашими потребностями и нашими идеями в настоящее время в принципе не используется используется но не в тех объемах сколько у вас сейчас есть в виде побочного продукта при изготовлении редкоземельных более ценных элементов но в любом случае это не продукт для времен фараон фараоном торию вряд ли было тем более еще оксидуран там есть размер 20 микрон само собой если были большие для них нашел в том-то дело что нужно было сделать именно микроскопический анализ что интересно ганель эту пыль увидел и они взяли пробу другое дело что мы не знаем результатов этого анализа и был ли он проделан в конце концов возможно где-то пылиться в какой-нибудь лаборатории или музее нас настолько живо интересует что я думаю мы еще не раз вернемся к пробам этой пыли и может быть кроме тория или урана там найдутся другие интересные элементы последние вопросы давайте два они получаются одинаковые и то что нижние на внизу и то что на стенках одинаковые встыкнули а потом как бы уже опустили нормально ну это могут быть следы трубчатого свердения непонятно куда делись канавки а могут быть следы какого-то более сложного технологического приема с чем нужно разбираться попробуем дальше с этим разобраться и последний вопрос может ли это сооружение входить в комплекс вместе с перемири Джусерионаса по аналогу плато-гиза скорее всего да естественно все шахты все галереи все пирамиды скорее всего связаны друг с другом а с теми нету? в интернете полно схем расположено другое дело что не все раскопано я уверен что после Ганейма остались еще десятки наверное интересных подземелий просто власти Египта не торопятся выдавая разрешение на раскоп и сами тоже этим не озабочить поэтому нам стоит только надеяться что появится второй Ганейм который что-то еще откопает я разрешите откланяюсь нужно проветрить помещение минут 10 перерыв и дальше следующий раз спасибо 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 спасибо